Так, ну все, таймер настроил, остальные как подойдут, давайте начнем. В общем, я еще раз представлюсь, меня зовут Иван, я выпускник МАДИ, автотранспортного факультета, закончил МАДИ в 2019 году. Был в составе команды «Формула Студент», тогда как бы еще ДВСной команды, ну фактически все свое время учебы, пришел на первом курсе, сразу же как-то, в общем, попал в отдел двигателя, потому что думал, что это самая важная часть гоночной машины и любой машины. И, в общем-то, двигателем и занимался все свое время в команде, был пилотом, был руководителем отдела, ну по-многому, потому что, по сути, я был единственным в этом отделе, но иногда у меня даже были какие-то, скажем так, коллеги. Привет. Привет. Да. Значит, параллельно с последними двумя курсами я стажировался в Роберт Бош в отделе по адаптации дизельных систем, скажем так, там, ну топливных систем, систем управления двигателем, частично исполнял какие-то инженерные функции, в общем, работал с нашими производителями коммерческого транспорта. После окончания университета я проработал год в НАМИ, ну, в проекте Аурус или ЕМП, калибровщиком двигателя внутреннего сгорания. И сейчас я, ну, сменил, как бы, вектор своей работы, работаю в компании Hilti, занимаюсь продажами. Да, короткое вступление. В общем-то, как я думаю сегодняшний вечер построить, мне, Егор, скинул ряд вопросов, да, с вашей стороны, там, и просто, ну, пунктов, которые было бы здорово осветить. В целом, я думаю, что я начну, как бы, да, как-то рассказывать, там, какой-то свой опыт. Вот, вы прям по ходу дела можете задавать вопросы, ну, я думаю, так просто будет лучше, чем оставлять на потом. Вот, если что-то, там, вы не спросите, всегда можете спросить потом. Ну, сразу скажу, что я, да, не выпускник кафедры, там, или факультета ДВС. Прошло достаточно много времени с момента, когда я выпустился и когда я в последний раз занимался какими-то делами в команде. Поэтому, и в целом, да, мы не проводили какую-то, там, колоссальные работы, как, например, проводят, там, топовые команды. Поэтому, ну, просто прошу вас принимать информацию, да, соответствующую, по крайней мере, критически, как минимум. Вот, да, еще маленький момент, наверное, это важно в плане представления меня. Я также был несколько раз судьей конструкции в Австрии, очно, в 2019 году в Венгрии, в 2020, когда была эпидемия коронавируса, онлайн я был судьей. Ну, и также на наших соревнованиях, по-моему, тоже в 2020 году я, ну, российских, помогал провести защиту конструкции тоже по двигателям. И также, параллельно с этим, с 2019 года я отвечаю за техинспекцию на соревнованиях в форму студент России. Вот, поэтому все машины, ну, условно говоря, проходят, там, через меня или где-то около меня. И, в общем-то, ну, планирую этим заниматься и дальше, насколько будет позволять время. Да, ну, и, соответственно, Егор первым пунктом, да, пометил просто в целом рассказать вам о том, как, да, в какой последовательности, что надо делать, что важно, там, делать для команды первого года, да, какой двигатель считать, ну, как бы правильно, да, делать первый год. Вот, и тут я тоже скажу, что я расскажу просто о своем опыте, да, и, там, о своей текущей позиции на основании того, что я видел, как это делают другие команды, и на основании рабочего опыта. В целом, я думаю, что вы это уже могли подчеркнуть из видео, там, Андрея Плохниченко или где-то еще. Наверное, любую систему, да, в автомобиле любом, ну, и в частности, в формуле студент, надо начинать разрабатывать, да, проектировать с определения, ну, концепции. И концепция отдельной системы, да, такой, как, там, силовая установка, она должна, ну, как минимум согласовываться с общей концепцией автомобиля. Поэтому, в целом, я бы сказал, что, ну, первым шагом, да, к тому, чтобы, там, сделать какую-то силовую установку в формуле студент, вам нужно сначала определить концепцию всего автомобиля и уже, исходя из этого, думать, как вы будете делать двигатель. И тут не нужно, да, как-то там сразу же лезть в какие-то подробности и, там, супер какие-то сложные вещи. Ну, допустим, вы просто можете, там, принять, что, окей, концепция нашего автомобиля, особенно для автомобиля первого года, да, поскольку вы все здесь, ну, условно новички и, ну, по крайней мере, это будет ваш первый автомобиль с ДВС, ну, обычно, да, стараются сделать простой автомобиль, там, максимально легкий, максимально надежный, да. Да, уже эти три, там, параметра, как бы, позволяют вам что-то решить по поводу того, какая будет у вас силовая установка. Вот, и, ну, сделать уже какую-то частную, да, концепцию этой системы. Соответственно, когда вы определили, да, какая у вас будет, там, ну, концепция автомобиля, ну, я рекомендую делать все максимально просто, там, без каких-либо выкрутасов, особенно учитывая, что у вас и мало участников, и, наверное, бюджет тоже не гигантский. Я бы, ну, принял, да, что автомобиль должен быть, как я сказал, простым, легким, надежным, соответственно, двигатель тоже должен быть таким. И когда вы подходите к задаче, да, выбора силовой установки с такой установкой в голове, то, в принципе, у вас возникает несколько вариантов, да, какой двигатель взять за основу, потому что это может быть, ну, по регламенту, да, там, до 600 кубов, по-моему, сейчас, да, или до 700, до 700, ну, окей. В основном выбор сводится либо, ну, к четырехцилиндровому двигателю, да, там, 600 кубовому, типа, CBR600, там, или это Honda, да, CBR600, и Yamaha R6, по-моему, тоже 600-ка, либо какой-то одноцилиндровый двигатель, как вот у нас на нашей машине стоял, ну, там, объем 450, 500, там, разные бывают объемы, можно ставить туда какой-то бигбор-кит, но, в общем, основной выбор это либо четыре цилиндра, либо один. Бывают какие-то варианты, там, два цилиндра, вот, например, есть там команда типа Grazio, у которой двухцилиндровый двигатель, но они не очень распространены, я, честно говоря, не могу сказать, насколько легко найти такой двигатель у нас, ну, где-то БУ, или новый, вот, поэтому, в основном, в общем, выбор сводится либо к одному цилиндру, либо к четырем. Соответственно, ну, тут, как бы, можно исходить из разных, да, там, побуждений, можно, там, взять какую-то идеальную ситуацию, да, можно взять реальную вашу ситуацию, и в целом, ну, выбор осуществляется просто на основании, грубо говоря, ну, такой матрицы, да, где вы приводите, там, параметры, которые вам важны, например, вес, там, мощность, я не знаю, габариты, там, наличие сухого картера, не знаю, доступность на рынке, там, наличие запчастей, да, и просто сравнивайте, там, варианты, которые, в принципе, вы видите себе, да, там, там, одноцилиндровый Yamaha, там, четырехцилиндровый Honda, там, такой, 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 и, ну, просто на основании, как бы, какого-то, да, общего мнения, ну, условно, в учебе у нас это, по-моему, называлось метод экспертных оценок, да, когда просто вы смотрите и такие, ага, одноцилиндровый двигатель весит, там, 30 килограмм, четырехцилиндровый весит, там, 50 килограмм, да, соответственно, понятно, что у вас одноцилиндровый двигатель по этому параметру будет более выигрышный. В конце концов, вы можете просто получить, как бы, какую-то, да, там, сумму баллов и понять, что, да, исходя из наших целей, да, потому что вы разным параметрам будете присваивать разный вес, там, вот такой-то двигатель будет самым оптимальным, ну, и можете его принять. Ну, это, скажем так, такой метод, который вы можете потом еще и в отчете о защите конструкции сразу же показать, потому что, ну, это хотя бы что-то, да, потому что, ну, не очень правильно говорить о защите конструкции, что, ну, мы просто решили такой двигатель взять. Если вы покажете, что вы проводили какой-то анализ, то это уже, ну, это, во-первых, правильный подход, во-вторых, это зачтется на защите конструкции. Соответственно, в идеальном случае надо вот делать так, то есть вы берете все возможные варианты двигателя, которые вы можете использовать, да, определяете, там, наиболее важные для вас критерии и выбираете двигатель. Но мы живем в реальной ситуации, тем более мы живем в России, где, как минимум, да, есть условия просто, там, наличия, да, каких-то двигателей на рынке, на БУ рынке или новых моторов. И они стоят не, там, не 2000 рублей. Поэтому здесь, ну, в вашем случае я бы исходил из, ну, как бы, ваших реальных возможностей. И, на мой взгляд, ну, это уже немножко, да, забегая вперед, там, о том, какой двигатель я бы рекомендовал делать вам, я думаю, что самое правильное будет использовать двигатель от шестой машины, ну, вот, да, который стоит в боксе. Ну, или такой же, или прямо его, потому что он есть. Есть второй такой двигатель, он стоит на кафедре ДВС на стенде уже, об этом я тоже сейчас дальше расскажу. По нему есть у меня 3D-модель, ну, внешка. Есть какие-то наработки, какие-то расчеты. Ну, то есть, это просто отчасти будет, ну, логично, да, ну, скажем так, продолжить то, что, вот, там, мы когда-то делали. Разобраться в этом и попутно сэкономить просто денег на этом. Но и в то же время, на мой взгляд, это достаточно правильный выбор, поскольку этот двигатель легкий, компактный, да, у него сразу же установлен сухой картер, ну, инжекторный он. Ну, то есть, он, в принципе, вполне подходит для автомобиля первого года, особенно, если вы реально хотите сделать его легким и компактным. Конечно, наверное, самым стандартным вариантом, да, для всех является 4-хцилиндровый двигатель, но, на мой взгляд, он слишком тяжелый. И, ну, как бы, имеет то, что имеете вы, я бы начинал с одноцилиндрового двигателя, вот, нашего. Вот, ну, окей, то есть, в общем, начинается, да, с выбора двигателя, да, когда уже определили концепцию. Вот, ну, да, в концепции, да, это надо определить, вы хотите, там, надувный двигатель или безнадувный, там, ну, понятно, да, с сухим картером или без, ну, понятно, что лучше сухим. На основании тоже, конечно, проводить выбор, да. Соответственно, когда вы выбрали двигатель, дальше нужно начинать уже работу, да, по его, ну, условно, во-первых, адаптации под регламент, да, потому что, с одной стороны, есть рестриктор, с другой стороны, есть уровень шума. И также при этом не, ну, не дать, как бы, не допустить снижения, да, какого-то критичного его характеристик. Ну, или добиться максимальных характеристик, да, которые вам нужны. Вот, и здесь важный момент, что нужно стараться эту работу делать параллельно с работой всей остальной команды. Ну, потому что, грубо говоря, как это было у нас, да, немножко буду, да, мешать все в кучу, но это важно сейчас сказать. Обычно получалось так, что двигателем начинали заниматься, когда уже есть шасси, когда двигатель стоит на машине, когда все, вся электрика собрана и все, и вот ты начинаешь, там, что-то настраивать, запускать, пытаться это дело, там, как-то тестировать. Но проблема в том, что так можно было бы делать, если бы, ну, условно говоря, весной, да, автомобиль собран, готов, и у тебя есть, там, весна и лето, чтобы двигатель настраивать. Ну, обычно бывало так, что автомобиль собирается, да, там, до последнего дня, там, перед соревнованиями, ну, вот, например, когда мы ездили в Италию в 2016 году, ровно это и произошло. Мы машину не успели собрать, привезли ее туда, и там мы пытались в первый раз запустить. Понятно, что ни о какой, там, да, надежной работе двигателя, там, производительной работе двигателя вообще речи не шло. Поэтому нужно стараться, как бы, распараллеливать эти процессы, и, опять же, в этом вам очень сильно поможет то, что у вас есть этих двигателя два, да, и один из них уже стоит на стенде. Я, правда, не знаю, его сняли там или нет, но в любом случае его можно обратно поставить, я уверен. Потому что таким образом вы сможете, ну, работать, да, запускать его, там, менять какие-то узлы, и, ну, не ждать, пока будет какое-то шасси для этого. Вот. Вот, да, соответственно, как процесс, да, вот работы, там, проектирования, да, в целом, ну, так, укрупненно строится. Когда вы определились с двигателем, ну, желательно, чтобы он у вас сразу же физически появился, ну, в идеальном случае, или у вас уже он есть, я вам рекомендую, ну, в идеальном случае, да, вы должны сделать его модель, да, ну, математическую. То есть, как вот вы работаете, да, с динамикой автомобиля, с подвеской, вы, ну, сначала, грубо говоря, не рисуете, да, все там трубки, сечения, ну, там, рычаги, амортизаторы, вы просто, ну, определяете, там, какие-то параметры, да, кинематику, ну, условными линиями и так далее, да, вот. Ну, условно говоря, то же самое можно сделать и с двигателем. Вы строите просто математическую модель рабочего процесса, потом вы должны ее провалидировать, и на основании этой модели вы сможете, ну, просто быстрее, да, и более, скажем так, ну, прозрачно, что ли, подбирать какие-то изменения, да, там, впускной системы, впускной системы, чтобы добиться каких-то параметров, которые вам нужны. Потому что иначе, если у вас этой модели нет, то, ну, во многом, все, что вы, там, думаете, сделаете, сделаете, это будет, ну, такой, как бы, ну, пальцем в небо, да, вы потом, конечно, все это можете испытать и, такие, понять, что, ага, это нам реально дало какой-то, там, прирост где-то, вот, но просто вы не сможете, как бы, подтвердить это заранее, вот, и, ну, это, во-первых, как бы съест ваше время, особенно, если вы ошибетесь, во-вторых, ну, это, такой, наверное, не самый инженерный подход, вот. Я, к сожалению, не могу вам сказать, как можно было бы провести, да, вот эти вот все расчеты, там, впускной системы, выпускной, там, не знаю, других систем, как-то просто без использования этого софта, да, вот этих программ всех, но я про них все поподробнее расскажу, а просто, да, на листочке бумаги или как-то еще, потому что я сам этого не делал и, честно говоря, даже, ну, не встречал какой-то литературы, где прямо описано, что, да, вот, берите такие-такие-то параметры, посчитайте так-то, так-то и сможете понять, какую там надо вам сделать длину, например, на впускной трубке какой-то. Поэтому, ну, моя рекомендация, и это, ну, подтверждается, да, практикой, там, европейских команд, что все стараются, в общем, работать на стенде, да, за счет этого получать какие-то данные, делать максимально точную модель в различных программах и уже в этих проверенных моделях вносить какие-то изменения. Да, немножко сумбурно и по верхам, поподробнее немножко расскажу, уже, наверное, вдаваясь в историю моего нахождения в команде. Я пришел в команду, да, на первом курсе, и тогда у нас была готовая пятая машина, вот, которая стоит в СИМе. До этого двигателем занимался один человек, вот, ну, там двигатель был такой же, да, Yamaha 450R, атмосферный, ну, с какими-то минимальными переделками, с штатным блоком управления, который работал с каким-то там тюнинговым топливным каким-то регулятором, чтобы подкручивать состав смеси. И, в общем-то, все. То есть не было практически никакой вообще, никакой расчетной базы, почему мы там что-то делаем вот так или сяк, или хотим сделать. И, ну, мне было непонятно, как вот правильно делать. Я, в общем, стал, ну, смотреть разные статьи в интернете, там, у других команд. И вот пришел к пониманию, что есть, да, вот такой пласт, как всякие эти программы для одномерного моделирования рабочего процесса. Ну, они называются, например, там, Ricardo Wave, AVL Fire, GT Boost. Ну, они, по сути, все одинаковые, поэтому можно использовать одну из них. Ricardo у меня даже есть, я могу вам ее скинуть. И что именно благодаря использованию этой программы можно, да, как-то обосновывать какие-то изменения в конструкции двигателя. Можно предсказывать, да, что, если вы, например, сделаете там ресивер, например, объемом, там, не 5, а 7 литров, как у вас изменится, там, кривая момента и где, да, как у вас изменится экономичность и так далее. Вот, и, в общем-то, я стал работать в этом направлении. Мы получили эту программу официально тогда, ну, просто была студенческая лицензия у нас. Вот, мы стали читать подробный мануал, который тоже там есть. И, в общем-то, поняли, что создание этой математической модели, это реально целая, ну, большая задача. Потому что, во-первых, ее не так просто, в принципе, там, да, воссоздать. Ну, как бы, чтобы у вас просто были, как бы, нужные элементы, да, вот в этой вашей условной схеме двигателя. Важно еще и, как бы, им правильнее задать размеры даже, да. Потому что, например, вы, по сути, там, ну, давайте я тут немножко проиллюстрирую. По сути, вы в этой программе, да, например, в Ricardo Wave, вы на поле просто из элементов составляете, как бы, схему вашего двигателя. Именно схему того, да, как у вас движется, ну, условно говоря, сначала воздух, потом топливо-воздушная смесь, потом отработавшие газы. И в программе это выглядит просто, как куча каких-то там блоков, да, соединенных между собой, там, какими-то линиями. И каждый из этих блоков отражает какой-то реальный элемент вашего двигателя. Ну, то есть, например, там, вот это, условно говоря, будет дроссельная заслонка, да. То есть, вы там ее будете настраивать с помощью интерфейса, который есть для дроссельной заслонки. Это будет, там, ресивер, да, там. Это будет впускной, там, канал, который в головке блока цилиндров. Ну, дальше там цилиндр, да, дальше выпускной канал, выпускная труба, глушитель. Вот, и вот с помощью таких условных каких-то блоков вы строите прям целый, там, путь, да, на том, кей. Пускай цилиндр будет, ну, и там какой-то выпуск. И там очень много всяких тонкостей, да, как правильно задавать размеры, там, вот, особенно впускного канала. Потому что это не просто такая трубочка, да, там, 10 сантиметров длиной и, там, 5 сантиметров в диаметре. Это такая, ну, например, в частности, на этом двигателе, я даже не знаю, как ее назвать. Ну, в общем, это такой канал, да, который, у которого входное окно одно, а выходных три, потому что у вас три впускных клапана там. Соответственно, это какая-то сложная геометрия, и вы ее с помощью просто, грубо говоря, там, каких-то цилиндрических форм не прорисуете. Вот, мы ее отсканировали, то есть мы залили силикон в этот канал, потом вытащили клапаны, вытащили этот силикон. У нас есть 3D-слепки этих каналов, я, кстати, не знаю, где они, но есть 3D-модели этих каналов, поэтому я тоже могу им это скинуть. Вот, и в идеале, как раз-таки, загружать вместо этих условных блоков вот эти 3D-модели, потому что они очень точные, и они максимально правильно будут работать. Вот, вот на этом этапе у нас уже начались сложности, потому что, ну, это я вам сейчас коротко рассказываю, да, то, что я там, ну, несколько лет втыкал и пытался сделать. Вот, поэтому мы в итоге, за бегоперед, не завершили эту модель до конца, и тем более ее там не валидировали, да, на стенде, но вот есть такие нюансы. Потом куча моментов, связанных с тем, что когда вы настраиваете, да, там, сам цилиндр, то вы описываете сразу же все, скажем так, его физические свойства, да, и процессы, которые там происходят. А это там сгорание, да, теплообмен, трение, и все это описывается там уравнениями. Ну, как бы они уже туда зашиты, то есть вам не надо самоуравнения писать, но вам нужно подбирать коэффициенты, да, которые будут правильно в итоге работать и правильно отражать, там, при вашей всякой потере, да, там, на трении и так далее. Это все тоже в оптимале надо делать с использованием стенда, иначе просто вы не сможете понять, что да, мы это правильно сделали, да, там, у нас есть какие-то отклонения. Но в целом, как я понимаю, можно использовать какие-то стандартные значения, которые там зашиты для начала. Просто, чтобы от них оттолкнуться, пойти, например, ну, замерить здесь какой-то там, не знаю, крутящий момент, да, там, внешнескоростную характеристику, пойти на стендс, замерить там, и уже начать как-то это все дело подгонять. Вот это, значит, была первая сложность, да, с которой мы столкнулись. Вторая сложность уже относится к валидации, то есть, когда вы хотите подтвердить, да, что у вас эта модель показывает реальные какие-то значения, которые, ну, грустно говоря, вы можете снять со своего двигателя на стенде. И возникает вопрос, что, ну, вам нужно поставить этот двигатель, нужно его там подсоединить, да, ко всяким датчикам и так далее. И, ну, это тоже большая работа. Благо, что мы его там уже поставили, и, ну, надеюсь, вам это не придется делать заново. Но, тем не менее, нужно определиться, да, какие дополнительные датчики вы будете ставить, потому что, ну, в стоке у двигателя сколько там датчиков, ну, которыми можно что-то проверить. Да, ну, понятно, что это там датчик положения коленвала, датчик, там, по-моему, давления и температуры впускного воздуха, датчик охлаждайки. Ну, и все, по-моему, на этом двигателе в стоке больше нет ничего. То есть, там даже нет лямбда-зонда, там нет датчика положения распредвала, ну, датчик фазы. Соответственно, у вас ограниченный, ну, скажем так, инструментарий, да, с помощью которого вы сможете измерять какие-либо параметры. Поэтому тут тоже важно понять, ну, что вы хотите, как бы, измерять, да, в каких местах, потому что модель, в принципе, позволяет измерять, там, условно говоря, давление в любой точке, там, впускной системы, да. Там, там, после дросселя, перед рестриктором, после рестриктора, там, в ресивере. Вот, и вы, в принципе, можете в любое из этих мест, да, там, поставить по датчику и прям рисовать какую-то там карту давления, да, чтобы прям максимально все это точно воспроизводить в модели в конечном итоге. И наоборот, вот, но понятно, что чем больше датчиков, это тем более сложно, да, вам нужно какую-то же систему измерения дополнительную ставить. Это бюджет, поэтому, ну, тут надо просто подумать, реально, ну, что вам минимально необходимо и на этом остановиться. Ну, понятно, что сам стенд вам дает, там, да, крутящий момент он измеряет. И, ну, и обороты, в принципе, тоже, да, он, по крайней мере, на выходном валу видит. Вот, соответственно, мы дальше этой фазы не зашли по нашему двигателю в плане вот какой-то такой теоретической работы, да, там, правильном, в плане правильного инженерного обоснования. Так, там, сейчас надо будет, Егор, заново запись запустить. Да, потому что, ну, я просто ушел уже из команды, когда мы вот подошли к тому, чтобы двигатель начать валидировать модель на базе этого двигателя. Вот, соответственно, это идеальный случай, да, когда вы получаете такую модель, которая, в принципе, воспроизводит, да, все то, что у вас реально происходит на двигателе. Ну, как минимум, да, например, вы просто поставили стоковый двигатель, сделали модель стокового двигателя здесь, прогнали его по внешне скоростной характеристике, прогнали его тут. И у вас, хопа, и получаются одинаковые графики, там, моменты и мощности, да. Вы уже понимаете, ага, ну, вот, как бы, хоть где-то, вроде бы, модель работает правильно. Потом вы можете на каких-то других, там, да, нагрузках его гонять. Ты перенастроил там, да, Егор? А, пять минут еще? Ну, окей. Вот, и, соответственно, от этого уже можете отталкиваться, да, и доводить все до того, чтобы у вас прям полностью во всех режимах модель работала правильно. И тогда просто вы сможете, да, сказать, окей, наша модель показывает, ну, в принципе, все те значения, которые есть на реальном двигателе. Давайте что-нибудь изменим. Давайте попробуем понять, как нам там рестриктор, да, осложнит жизнь, как там нам осложнит жизнь, изменившийся выпуск. Давайте все это там в модель поставим, ну, изменим. Потому что, да, у вас, например, вот если взять двигатель вот этот вот, который на шестой машине стоит, то у него, в принципе, там, весь впускной, там, ну, условно говоря, патрубок, да, имеет там диаметр примерно 40, там, 45, по-моему, миллиметров. А вы ставите в начале 20 миллиметров рестриктор, да, то есть вам как минимум нужно сделать какой-то переход, да, чтобы там не было каких-то резких изменений диаметра, потери давления и так далее. И все это вы можете пробовать делать здесь, в модели, да, то есть вам не нужно изготавливать миллиард здесь каких-то пробных ресиверов, пробных рестрикторов и так далее. Можете все эксперимент, ну, просто расчетно здесь проверить, да, понять, что, ага, вот у нас там оптимальная какая-то есть конфигурация, там, такой-то ресивер, такой-то там рестриктор и другие параметры. И это все потом изготовить и уже подтвердить на стенде. Ну, там, конечно, какие-то отклонения будут, но если у вас модель нормально валидирована, то они не должны быть большими. Вот, и в целом я бы сказал, что с помощью такой модели и работы на стенде подбираются параметры впускной системы, да, в основном это объем ресивера, причем, ну, неважно, там, это четырехцилиндровый двигатель или одноцилиндровый, различные длины патрубков, да, то есть, например, там, патрубок, который идет от ресивера в головку блока цилиндров, ну, условно, да, это может быть форма ресивера, потому что он может быть, ну, грубо говоря, там, короткий, да, но широкий, например, может быть вытянутый, но узкий. Ну, и также, в принципе, диаметры рестриктора. Дроссель, ну, про дроссель я сейчас отдельно скажу. Да, соответственно, впуск, также вы можете поиграться, да, там, с фазами, например, газораспределения, ну, посмотреть, да, условно говоря, ну, опять же, тоже есть два пути. Вы можете просто посмотреть вообще, какие фазы вы можете здесь поставить, да, то есть, любые, по сути, и потом думать, ага, можем ли мы вообще такой распредвал найти или изготовить, да. Можете просто оттолкнуться от обратного, посмотреть, какие есть тюнинговые распредвалы, и уже на основании, как бы, измеренных данных с этих распредвалов вы можете загрузить их сюда, посмотреть, как это будет влиять на работу вашего двигателя. Опять же, без установки этих валов в реальный двигатель. Ну, то есть, по сути, здесь все, что угодно можно делать с цилиндрами, но, опять же, зависит от вашего бюджета, времени, ну, и, в принципе, эффекта, который они окажут, потому что это может быть незначительно. И, что касается выпуска, то вот в этих программах тоже можно считать, да, различные там длины, объемы, но единственное, что там сделать нельзя, ну, надежно, достоверно, это посчитать уровень шума, да, это такая проблема, которая обычно для всех ДВС-команд всплывает, когда вам надо проходить нойз-тест. Вот, и, к сожалению, одноцилиндровые двигатели, как правило, более громкие, просто за счет, ну, как бы, их конструкции, да, там, акустических каких-то характеристик, чем четырехцилиндровые. И, ну, их надо, как бы, надо с вниманием относиться к вопросу глушения шума. И здесь, в целом, ну, опять же, просто на основании опыта, подход такой, что команды сначала подбирают глушитель или глушители, да, там, у некоторых два подряд стоит, например, там, или друг над другом стоят. С ним измеряют уровень шума, да, плюс-минус. Ну, условно, например, можно, там, на незадушенном двигателе, на каких-нибудь, там, таких же режимах, которые будут, когда, ну, ладно, будут измерять шум на соревнованиях. Соответственно, убеждаются, что, окей, с этим, там, глушителем у нас все нормально, есть запас до, как бы, предельных значений. Вот, и дальше уже, как бы, этот глушитель, да, сюда заносит, и все остальное уже, ну, как бы, правит, оглушитель не меняет. Вот, поэтому, да, это, наверное, единственный такой момент, где нужно подбирать какой-то, да, элемент просто путем реальных физических экспериментов. То есть, ну, вот, я знаю, что, например, команда Monash Motorsport так и делали. Понаделали кучу каких-то глушителей, ну, опять же, исходя из каких-то своих соображений, да, ну, там. Просто, не знаю, посмотрели, какие вообще не бывают, да, там, какие будут лучше, исходя из того, да, какая у вас там, какая длина выпускной трубы примерно будет, да, там, диаметр ее. И просто их испытывали. Вот, вы можете испытывать, да, там, какие-то готовые глушители, можете делать какие-то сами свои глушители. Вот, я вот, в частности, про систему из двух глушителей помню, что в Германии была команда из Сиэтла, из США. У них был точно такой же двигатель, и у них было две банки друг над другом, собственно, какой-то конструкции. Ну, там ничего сложного, ну, просто они их сделали сами. В итоге одна из них взорвалась, но есть и такие варианты, в общем. Поэтому, вот, это тоже тот, короче, момент, который часто, я бы сказал, вообще у нас, наверное, в команде о нем всегда думали в последнюю очередь. И, в целом, его часто забывают, да, и на соревнованиях привозят, там, машина все классная, собранная, там, все работает, а двигатель шумит. И, ну, приходится что-то думать. Как минимум, там, каких-то губок набивать, как максимум, там, варивать какие-то перегородки, перекалибровывать что-то там в этой зоне. Ну, об этом тоже сейчас расскажу. Ну, и вот, соответственно, вы в этой, в этом, да, виртуальном комнатопространстве путем различных виртуальных экспериментов подбираете, да, какие-то необходимые вам параметры систем, добиваетесь нужных вам характеристик. Ну, например, там, не знаю, хотите вы крутящий момент поднять, там, да, в какой-то зоне оборотов определенной, да, потому что вы считаете, что у вас автомобиль будет ехать в этой зоне постоянно, да, вам нужен, там, максимально крутящий момент. Подбираете оптимальные характеристики именно для этого диапазона, да, с помощью ваших, там, каких-то изменений. И все. Говорите, что все, окей, мы на этом останавливаемся, мы используем такие, такие-то вот элементы, такие-то размеры, можно их изготавливать вживую. Также, да, Егор. Давай попробуем это как-то свести в такую последовательность, я, паиши, процесс эротерационный, но все равно всегда есть последовательность. То есть, мог бы ты вот на частной этапе как-то разделить такими блоками крупными, без подробностей, я думаю, это будет полезно в самом деле. Ну, процесс именно, как бы уже выбор каких-то параметров. Ну, вот этап, то есть, ты начал с самого начала, то, что с концепцией вроде очевидно, но все равно, да. Ну, давай, да, мы можем их зафиксировать для наглядности. Концепция, что потом, то есть, в плане. Ну, да, согласен. Ну, как я сказал, да, я бы поставил здесь сначала общая концепция автомобиля, да, из нее вытекает концепция... Ну, давайте СУ назовем силовой установки. Соответственно, отсюда идет первым шагом, ну, выбор двигателя, да, из готовых, потому что, ну, конечно, можно делать собственный двигатель, но это вообще неземной бюджет и, как правило, очень низкая надежность. Я тут предлагаю сделать лайфхак, я предлагаю тут представить, что мы команда первого года и хотим сделать минимальное количество действий. Потому что очень много дел, ну, максимально просто. Максимально просто, это, думаю, ну, последовательность чуть-чуть, но упор на что углубиться. Я понял, да. Ну, да, вот я до этого говорил, да, все в целом, как бы я делал в идеале. В целом, да, вот то, что Егор сказал, если стоит задача сделать все максимально просто и быстро, да, с учетом ограниченных ресурсов и времени, я бы точно сказал, что тогда не стоит вообще заморачиваться с этой моделью, возможно, даже не стоит заморачиваться со стендом, потому что это, ну, это большая очень работа, да, и, ну, то есть, там уже несколько человек, которые будут постоянно этим заниматься. Соответственно, если этого не делать, то, по сути, Ваша задача сводится просто к тому, чтобы, ну, каким-то таким экспериментальным путем, да, эмпирическим, ну, во-первых, адаптировать двигатель под регламент, то есть просто установить рестриктор и пройти по уровню шума, ну, и при этом, насколько Вы сможете, да, там, не, ну, не потерять слишком много в его мощностных характеристиках. Поэтому, после выбора двигателя, да, я бы все равно сказал, что, наверное, тогда идет... Мы можем разветвить, написать, что можно пойти по... Ну, давайте по минимальному сопротивлению и по уму, скажем. Ну, да, ну, тогда, окей, давайте слева будет у нас, значит, простой путь. Выбор двигателя, ну, как назовем этот пункт, ну, просто адаптация под регламент тогда. Ну, вот сейчас под пункты сделаем. По сути, да, рестриктор и шум. Два пункта, которые требуют регламент. Давайте-то, наверное, так отопоединим это. Соответственно, ну, я бы сказал, что это параллельно, наверное, можно делать, да, потому что вам еще нужно, ну, все периферийные системы, да, там, все охлаждения, топливные системы, тоже, как бы, с ними работать и, ну, работать параллельно. Но, можно, условно, представить, что этот шаг идет после того, как вы адаптируете под регламент. Ну, не знаю, можно сказать, что просто, наверное, тогда проектирование этих систем. Сюда входит система охлаждения, ну, система питания, условно говоря, топливная система. Ну, в случае с нашим двигателем, с системой, как бы, смазывания, да, там, ничего делать не надо, потому что она есть. Но, в принципе, можно писать, что можно задуматься, да, над системой смазки двигателя. Если, например, у вас там мокрый картер стоит, и вы хотите переделать его в сухой. Ну, и, наверное, все-таки отдельным пунктом я бы выделил еще систему управления двигателем, да, там, ну, блок управления, и электрика, и датчики. Ну, просто назову его. Соответственно, да, это, ну, грубо говоря, простой путь, да, вы выбрали двигатель, адаптируете просто выпускную-выпускную систему под требования регламента, ну, устанавливаете рестриктор, да, ну, сначала подбираете какую-то форму рестриктора, тем не менее. Какой-то глушитель, параллельно или после этого просто определяетесь, да, что у нас будет один или два радиатора, там, где они будут расположены, да, будете ли вы делать, там, для них какие-то кожухи, как у вас будет выглядеть, там, по трубке, это будут резиновые шланги или алюминиевые трубки, ну, и так далее. То есть, мы смотрим, в простом пути, если в случае сложного пути про систему охлаждения, например, понятно, к чему следуется все, например, в данном случае, вот, с рестриктора, как, исходя из чего, определять форму рестриктора, то есть, какое минимальное условие может быть? То есть, можно как выбрать рестриктор, отвязываясь от всей модели, например, можно ли так сделать? Ну, в целом можно, да, то есть... Что мы хотим? Ну, вам главное, чтобы рестриктор... Ну, скажем так, то есть, какие есть, да, как бы два крайних, да, там, условно говоря, дизайна, да, или там, конструкции рестриктора. Ну, давайте на другом слайде. То есть, ну, условно говоря, как это было у нас, вот, когда я пришел в команду, да, то есть, у вас вот есть, условно говоря, там, ну, давайте, условно, там, да, там, какой-то поршень там ваш, цилиндр, тут там клапан какой-то, да, канал идет впускной, и тут вот стоит дроссельная заслонка. Вот, вот, когда я пришел в команду, у нас рестриктор был реализован так, что мы просто сюда ставили какую-то шайбу, ну, условно говоря, вот просто, да, вот, который здесь ограничивал диаметр до 20 миллиметров, да, вот, ну, минимально необходимый. Это неправильная конструкция, поскольку, ну, воздух, да, по сути, это, ну, можно считать как жидкость, да, там, в какой-то точке зрения. Когда будет, да, идти здесь относительно каким-то таким ламинарным ровным потоком, да, то, когда он будет встречаться с таким рестриктором, то вот в этих зонах, да, возле стенок, у вас будут, ну, возникать, как бы, его завихрения и зоны высокого давления. Вот, соответственно, ну, у вас просто будет, как бы, нарисовать там. Можно сказать, что это дополнительные сопротивления. Да, это... Да, да, во-первых, у вас субъективное сечение будет снижаться, да, потому что, ну, если прям приблизить здесь, да, то получится, что у вас, условно говоря, вот там стенки рестриктора, да, то в этом случае вот у вас, как бы, геометрически, да, вот такой диаметр, да, просто, ну, как бы, физически, да, у вас отверстие 20 миллиметров, а по факту у вас вот везде-здесь будет, вот, как бы, воздух завихриваться и реально эффективное сечение, оно будет меньше, ну, там, условно говоря, 19 миллиметров, да, 19,5, где у вас реально будет поток, ну, проходить нормально. Поэтому вот такая форма, да, она приводит к дополнительному сопротивлению повышенным потерям. Как мы можем ее сбежать? Как бы, вот, уменьшая, да, ну, или не уменьшая, ну, как бы, дело это сужение и расширение максимально плавными. Соответственно, ну, оптимальная конструкция рестриктора, да, будет выглядеть, как какое-то такое очень плавно сужающееся и расширяющееся, ну, сопло, да, можно сказать. Да, вот, там, какой-то дроссельной заслонки и дальше двигатель. И именно так и сделано у нас, да, ну, мы вообще схитрили, мы просто купили готовый дроссель, который имеет в себе сразу же в корпусе рестриктор. Я советую вам тоже так сделать, чтобы просто, ну, как бы, опять же, снизить, да, там, трудозатраты на это все. Но в целом вы можете, ну, как мы, например, делали, да, в начале пути. Мы делали разные конструкции рестриктора и задавали просто, ну, там, в Solid, как там его модуль CFD называется? Да, Flow Simulation. Решением просто задавали граничные условия, что, окей, например, здесь у нас, там, атмосферное давление, а здесь, например, ну, или там, ну, да, атмосферное давление, в основном, так вот это мы могли. А здесь, например, у нас какой-нибудь расход воздуха, да, и, ну, там, замеряли, смотрели, какая конструкция будет самая эффективная. Вот, но получается, что вам приходится очень много разных вариантов делать вручную, да, то есть это должен быть какой-то все-таки автоматизированный инструмент, который позволит найти оптимальные, да, как бы углы сужения, расширения, длины. Но в целом, исходя из того, что я видел, все, в общем, стараются делать максимально плавными, да, вот эти вот углы, особенно расширения после дросселя. Именно поэтому у нас сделан так наш впускной, вот этот вот патрубок длинный, да, потому что просто в корпусе рестриктора, который вот у нас стоит, вот этот угол, там, 3 градуса. И вот этот угол мы сохранили на всем пути вот этой вот впускной дудки нашей практически до самого двигателя. В общем-то вот, то есть, ну, как бы главная задача – это минимальное сопротивление, да, и, ну, максимально возможный, там, расход воздуха массовый, да, через, там, критическое сечение, самое маленькое. Вот. Априори он будет здесь, там, меньше, чем вот в такой конструкции, да. Просто, условно говоря, вот, ну, тоже, да, если вам приходить сделать просто, вы можете, вот, сделать, купить такой дроссель или просто изготовить похожий дроссель, но примерно похожий, да, на этот готовый или плюс-минус, там, просто приняв наверх какие-то углы, здесь, там, не знаю, тоже 3, там, градуса или 7 градусов, не знаю, и все. И это тоже, это уже точно будет работать лучше, чем вот такая конструкция, да, просто вы не сможете сказать, что да, мы, там, подобрали, мы рассчитали, да, то есть вы просто скажете, мы понимали, что это будет правильнее, то есть мы зависимость понимаем, мы не можем точно вам сказать, там, какие у нас потери в этом случае и какие были бы в другом, но мы понимаем, что мы сделали, как бы, более эффективную конструкцию, чем, там, простая шайба. Вот. То же самое можно сделать, ну, с покупным, да, дросселем, просто с каф, что мы понимаем, что это эффективнее, у нас нет, там, силы, времени на то, чтобы делать свой рестриктор, поэтому мы решили сделать так. Вот. Это то, что касается рестриктора. Ну, наш впускной, вот этот вот патрубок, он имеет, да, такую форму, тоже просто потому, что если бы вы сделали, например, здесь резкое какое-то расширение, да, то у вас просто бы воздух вот тоже вот так вот вышел по инерции, да, потому что, ну, воздуху тоже есть инерция, а здесь бы у вас были какие-то, ну, как бы завихрения, потери, отрыв потока. Это, в принципе, единственное соображение, которым мы руководствовались, когда делали вот этот вот впускной патрубок, ну, и потому что многие команды тоже так делают. Это, конечно, судям не надо говорить, но это все равно показатель кое-какой. Так, ну, это то, что касается, ну, да, для начала уж точно, для начала вообще, как будто, я знаю, что наша команда, когда думали, а какую базу взять, там, какие колеса взять, а как это, просто брали с сайта ФСГ, у них же есть там журнал, да, вот, где все характеристики всех автомобилей, все там складывали, ну, грубо говоря, такие, ага, у нас тут, там, 50 машин из 100, там, с базой вот там такой-то, да, например. Ну, или, короче, среднюю просто высчитывали и брали ее. Ну, это нормально для старта. Вот это, кстати говоря, все равно какой-то анализ, и это можно сказать судя. Ну, типа, что мы все равно проанализировали, как бы, ну, другие машины, как кто делает, и решили сделать так. Чтобы прям супер проанализировать базу кулейю, нужно очень хорошую. Ну, тем не менее. Об этом надо додуматься. Ну, по выхлопу я вам сказал, да, то есть надо просто... Надо просто подбирать какой-то глушитель. Я могу сказать, что у нас с глушителем были просто лютые проблемы, потому что это просто прямоточная банка. И когда мы приехали на тест на шум в Германии в 17-м году, то при, там, пороге в 110 дБ у нас было 120, ну, на этих оборотах. И в итоге закончилось тем, что мы просто заварили, там, кучу перегородок, весь глушитель, набили его стекловатой, металлическими губками. На выходе сделали еще дополнительный нойз киллер, ну, или, по сути, еще один рестриктор, просто который же выпускные газы, да, как бы, тормозит. Перекалибровали угол опряжения зажигания в этом диапазоне оборотов и прошли. Но, как бы, это, во-первых, очень много времени заняло, во-вторых, двигатель, в общем, в этих режимах работал плохо. Но тогда это еще было возможно, потому что шум тогда мерили, по сути, всего в двух точках, да, то есть, вот, там, вот обороты ваши, и, условно говоря, холостой ход, вот, и, там, обороты при какой-то заданной скорости поршня в регламенте прописанной. Сейчас меряют во всем диапазоне, поэтому нельзя, грубо говоря, щитерить, просто в двух точках, там, все опустить по шуму, да, а в остальных, чтобы у вас, там, все ревело. Сейчас, ну, требование, что 110 дБ от холостого хода до вот этих вот оборотов при заданной скорости поршня. Поэтому, ну, это не должно быть, да, каким-то читерством, надо реально подбирать какой-то глушитель, который на всем диапазоне работает нормально и тихо. Относительно. Да, соответственно, дальше вы, ну, проектируете, да, выбираете, там, вспомогательные системы, ну, да, систему охлаждения, систему питания, систему смазки и, да, блок управления. И все, и дальше вы это все дело, ну, покупаете, собираете, устанавливаете на автомобиль и тестируете. Ну, не знаю, давайте, наверное, на каком-нибудь другом листе это продолжим. Закупка, сборка. Тесты. В любом случае, хорошо бы на шант поставить, потому что это был рестриктор, хорошо бы параллельно начинать. Ну, да, то есть, ну, надо просто определиться, грубо говоря, так, я, короче, перестану, наверное, свой этот таймер заводить. Вам просто надо определиться, грубо говоря, что для вас, да, вот, как бы, там, минимальный объем работ, который вы, ну, на себя берете, да, что вы делаете точно. Если вы понимаете, что да, ну, у нас реально больше, там, силы и времени, чтобы сделать что-то еще, вы просто можете, ага, ну, давайте поставим двигатель на стенд, попробуем с ним поработать. Ну, то есть, как бы, дополнять, да, можно, конечно, то есть, не надо прямо, все, мы делаем только это, и даже если у нас появится время, и мы понимаем, что мы это сделать можем, мы это делать не будем. Ну, так, наверное, тоже не стоит делать, согласен. Это был простой путь, да, там, по сути, это, ну, в основном, путь, по которому в итоге мы тоже шли все время до этого, потому, все равно, даже его пройти непросто, потому что, например, что касается системы охлаждения, то у нас и не занимался вообще никто, потому что мы просто все думали, что это, ну, как бы, часть двигателя, и, как бы, ну, не нужно, чтобы кто-то отдельно занимался, а как, само собой, решиться почему-то. В итоге, когда мы стали все собирать, мы просто поняли, что мы не знаем, куда ставить радиатор, ну, то есть, как его ставить, куда его ставить, я уже не говорю о том, что у нас даже не обсуждалось, что радиатор может быть не стоковым, что радиаторов может быть два, что у них могут быть, как бы, ну, патрубки не резиновые, там, да, а какие-то, там, другие. И поэтому важно, вот, как бы, да, с самого начала решить, что вы будете делать, как, почему. Ну, как ты решишь два или один, тебе же нужно понять тепловой режим. Да, ну, для этого можно сделать расчет, даже по методичке, там, с кафедры ДВС попробовать. Вот, плюс, по-моему, у Андрея сейчас тоже выходили ролики про систему охлаждения, там, можно посмотреть. Ну, по системе охлаждения, честно, я вообще мало, что знаю, да, ну, понятно, что вам нужны какие-то выходные значения, да, с двигателя, которые, ну, в основном, тепло, которое вы будете отводить, да, и на основании ты уже можете решить, там, какая площадь вам нужна, где это располагать. Ну, тут, кстати говоря, еще важен такой момент, что, в принципе, все, что вы делаете, да, с силовой установкой, двигатель, там, выпускная система, выпускная система охлаждения, топливная система, нужно минимально хотя бы согласовывать с остальными отделами, да, особенно в части компоновки банально, чтобы у вас не получилось так, что впуск вдруг упрется резко куда-то, и вам придется его заворачивать, это сразу же порушит все ваши, да, там, характеристики. Это тоже важно, потому что, ну, реально, вот у нас было такое часто, что мы, там, почему-то даже в 3D, как бы, спроектировали бак, поставили его в машину, но почему-то никто не подумал, что его в это положение, чтобы установить, нужно, например, располовинивать монокок и раму, да, что, как бы, не очень правильно, вот. Вот, поэтому это вот такие тонкости, да, вроде бы, а на самом деле, ну, из них реально в итоге складывается то, что вы, там, опоздали на восьмерку, например, на соревнованиях, потому что просто вам пришлось располовинив машину, чтобы, там, не знаю, какой-то фитинг, который у вас на техинспекции потек, там, поменять, я не знаю, или как-то его заново заварить, или еще что-то. Поэтому старайтесь согласовывать, да, все, ну, грубо говоря, учитывать все пересечения систем автомобиля, да, которые работают вместе, там, компонуют как-то вместе. Система охлаждения тоже самая, да, то есть, это прокладка, ну, линии, условно говоря, патрубков, расположение радиаторов, потому что, банально, да, вы можете сделать радиатор большой с одной стороны, можете сделать два, ну, с обоих краев, это будет симметричной развесовкой, да, там, вы можете поставить радиаторы где-то сзади, это увеличивает, да, там, полярный момент инерции шасси, можете поставить их, там, как можно ближе к центру тяжести, да, чтобы у вас расстояние от центра тяжести до радиатора было наименьшим. Это тоже, ну, такие вещи, как бы, не очевидны, на первый взгляд, но они реально важны. Поэтому старайтесь, в общем, сразу же уделять внимание всем периферийным системам, потому что все привыкли, что, о, двигатель, это, там, поршень, это турбина, там, и, типа, тюнинг, там, и БУ, и все. А про все остальные системы, как правило, ну, или забывают, или как-то не придают должного внимания, а иногда именно они влияют на надежность, даже больше, чем заводской двигатель, который все-таки, ну, заводок произведен и сделан более-менее нормально. А остальные системы вы, как правило, сами собираете, сами, там, как-то меняете, и они могут тупо потечь, да, это и топливо, и масло, и охлаждайка. Поэтому, ну, не нужно на них забивать, это точно. Да, значит, ну, коли уж мы про это заговорили, да, про охлаждайку коротко проговорили. Ну, я вот, кстати говоря, засматривал все время на патрубки, которые сделаны из алюминиевых трубок, потому что они реально легче. То есть, если тонкостенная алюминиевая трубка, то это легче, чем резиновый толстый вот этот шланг, который, ну, в стоке стоит. Понятно, что там нужно так думать, как их соединить, или тоже соединять их с помощью каких-то резиновых кусочков шланга. Ну, в общем, мне даже кажется, я где-то это считал, у меня получалось, что там существенная экономия веса получается, если использовать алюминиевые трубки. Особенно, если у вас где-то радиаторы далеко расположены, потому что, например, вот у Global Formula Racing в одном году радиаторы стояли, по сути, в районе передних колес, чуть-чуть сзади, чуть-чуть за передней осью. То есть, у них, грубо говоря, там, от плеча, да, ну, из-за спины пилота, там, до его, я не знаю, там, где-то вот бедер шли снаружи моноколку трубки просто алюминиевые к этим радиаторам. Вот, резиновые трубки бы весили гораздо больше, плюс они бы там провисали как-то. Ну, то есть, есть и такие варианты. По системе питания тоже вариантов полно, да, то есть, вы можете вообще заморочиться, сделать там непосредственный впрыск, и такое даже бывало в форме студент, но вопрос, да, сколько вы потратите на это время, там, сил, будет ли это работать как надо. Поэтому, в целом, простым путем будет просто сохранение расположения форсунки, да, в, как бы, в заводском ее исполнении, потому что она стоит, ну, там, максимально близко к впускному каналу, и, ну, вы можете даже изменить полностью, да, скажем так, сам патрубок и там все вокруг него, но сохранить положение форсунки прежним. Просто потому, что так было с завода, и, ну, это хоть как-то должно работать. Собственно, и саму форсунку я бы тоже не рекомендовал менять, потому что, ну, ее вполне хватает. Что касается насоса, линий, бака, то в нашем случае мы в итоге пришли к тому, что мы просто используем все максимально стоковое, за исключением самой линии. То есть мы взяли погружной насос с мотоцикла, поставили его, ну, сделали под него свой фланец металлический, чтобы его погрузить в бак. К этому фланцу уже прикрепили эти фитинги, да, допустимо, по регламенту. И все. И у нас, по сути, там, компоновка системы питания двигателя была максимально простой, особенно если сравнить с предыдущей машиной. То есть, ну, ладно, сейчас отдельно просто нарисую. То есть у нас там... Все, поехали. Так еще. Соответственно, у нас просто был там какой-то, да, условно говоря, монокок. Да, в монококе под спиной у пилота была такая вот полость. Ну, то есть, он как бы, если вот посмотреть отсюда, да, то... Ну, вы увидели, в принципе, монокок наш, да, то есть вы представляете там все. То есть там есть такая вот ниша, да, ну, условно говоря, вот так вот сзади монокок выглядит. Вот в этой нише был расположен бак. И, соответственно, топливная система вся выглядит вот так. То есть это там условно какой-то бак, погружная секция с насосом там, с какой-то трубкой заборной. И отсюда шел всего один шланг-двигатель на форсунку. И все. Обратка была здесь, все было здесь. По сути, у вас есть только вот тут соединение разъемное и вот тут. Ну, на топливной рейке. А в предыдущем автомобиле система была такая, что все висело под баком. Ну, вообще, внизу автомобиля. И там, я не знаю, фитингов было штук, наверное, 10. И все текли. Ну, потому что их уже разбирали, собирали много раз. Они уже перестали держать. Вот. Плюс использовался какой-то тяжеленный насос, типа от какого-то драгстера, который там может прокачивать через себя какое-то нереальное количество топлива. Хотя здесь это не нужно. Вот. Поэтому мы используем все стоковые. Это очень дешево, просто. И, в принципе, по производительности нам вполне этого хватало. Да. Что здесь еще бывает, да? Ну, некоторые команды, например, делают две форсунки. Они одну оставляют, ну, условно говоря. То есть, они, условно говоря, одну оставляют где-нибудь вот здесь, да? Ну, тут, конечно, не очень хорошо, потому что схема не очень правильная. Ну, если, условно говоря, мы представим, что здесь просто впускной патрубок, где где-то ресивер, да, там, какой-то, то вторую форсунку они могут поставить где-нибудь вот здесь. Просто, чтобы охлаждать впускной воздух. Вот. Ну, понятно, что у нее топливоподача там минимальная, основная вот здесь, но чуть-чуть впрыскиваете, воздух охлаждается, его получается больше, у вас наполнение лучше в итоге. Да. Поэтому советую делать все максимально просто. И, кстати говоря, ну, даже топовая команда тоже так делает. Ну, все прячут в бак, чтобы ничего ни где не текло, и, ну, там, один шланг идет на топливную рейку. Здесь важно, ну, расположить бак, да, максимально близко к центру тяжести, чтобы у вас при изменении уровня топлива не изменялся баланс автомобиля, чтобы желательно просто центр тяжести опускался и все. Ну, понятно, что это не всегда возможно, там, не с каждым пилотом это будет работать, но поэтому он расположен у нас именно там, да, потому что это максимально близко к центру тяжести, именно на нашей машине. Тут еще вот такой нюансик, да, который, ну, он связан с конструкцией, да, но на него часто забивают, но он всегда всплывает на техинспекции. Надо предусмотреть, чтобы у вас бак, как бы, имел возможность перемещений, да, то есть нужны какие-то резиновые прокладочки или, ну, какой-то, в общем, эластичный материал, который, ну, по сути, позволит немножко гасить вибрации. Привет. Я не буду мешать. Да, выходи. Даже вообще не мешать. Находи. Вот. Это просто тоже такой маленький моментик, который, ну, нужно предусмотреть, потому что иначе вы на него можете напороться на техинспекции, когда у вас жестко бак прикручен к раме и вообще, ну, никак в ней не двигается, и вы просто потратите кучу времени, чтобы это там как-то предусмотреть, потому что, ну, вам придется это снимать, туда добавлять какие-то резиночки, потеряете время. Тоже за этим следите. Ну, в общем-то, просто надо по каждой из систем внимательный регламент прочитать, и вы все поймете, что вам нужно предусмотреть свои конструкции. По поводу системы смазки, да, или смазывания, ну, опять же, в случае с этим двигателем делать вообще ничего не надо. У вас все есть, сухой картер, прямо в блок заливаете масло, все, да, то есть, если у вас там двигатель с мокрым картером, вы хотите его переделать на сухой, ну, тут, конечно, да, придется возиться, вам нужно будет делать новый поддон, нужно будет ставить какой-то там масляный насос, еще что-то. Я этим не занимался, но могу сказать, что все команды, которые это делали, так или иначе сталкивались с проблемами надежности. То есть, у них где-то что-то текло, это нужно в любом случае, ну, больше времени, чтобы это собирать, разбирать, поэтому, ну, если есть вариант двигателя с сухим картером сразу же, то лучше использовать такой двигатель. Вот, и мы подходим к электронному блоку управления, да, или в целом, там, к системе управления двигателем. Это такая, да, важная тоже система очень, да, и с которой вы тоже можете начинать работать еще на ранних этапах, да, если вы используете стенд. Потому что практически всегда вам нужно будет перекалибровывать ваш мотор, ну, по-любому, да, и, скорее всего, это нужно будет делать не на стоковом блоке. Потому что стоковый блок, ну, как правило, вообще не позволяет ничего настраивать. Ну, по крайней мере, вот этот ямаховский, у него нету возможности к нему подключиться, да, нету, ну, я, по крайней мере, не знаю каких-то там контроллеров, которые ты можешь подключить в косу и влезть туда. То есть он просто заводской, в нем зашитый файл защищенный, и единственное, что вот можно было сделать, и это было сделано на пятой машине, в разрез просто, ну, косы, или, ну, грубо говоря, сначала ВБО, потом уже туда коса вставляется, вставляется так называемый, там, fuel commander, да, который просто меняет какие-то сигналы, таким образом, что у вас там больше топливоподачи, например, идет, да. Ну, это такой тюнерский вариант, потому что эти квадрики, в принципе, тоже тюнятся, да, все, и некоторые тюнеры ставят там какие-то прибамбасы на них, и чтобы, например, как-то там извлечь больше мощности, они вот ставят такие лямбда-корректоры вручную и корректируют состав топливовоздушной смеси. Но в нашем случае это не очень удобно, потому что, ну, за счет, короче, калибровок, да, открытого блока вы можете больше получить прироста, да, и при этом еще и поработать с экономичностью, там, с шумом и так далее. Вот, поэтому у вас будет вопрос выбора системы управления, и здесь, ну, вариантов достаточно много. Наверное, вы знаете, что у нас система VPEC, тоже, она просто осталась нам по наследству, ее вот купил человек, который до меня в команде двигателем занимался, этот блок стоил что-то 100 тысяч, как бы какой-то крутой, навороченный, у него там даже 16 цилиндров поддержка, и, ну, он, наверное, был чрезмерно каким-то крутым для нашего двигателя цилиндрового и дорогим. В принципе, я могу посоветовать использовать блоки, ну, опять же, я не работал со всеми блоками, да, я знаю, как работать с блоками Bosch, но блоки Bosch, это Bosch Motorsport, они стоят там по 5 тысяч евро, то есть это вообще нереал, и не обосновано просто для, так, концепции простого автомобиля и первого года. Я бы посоветовал присмотреться к блокам Abit Corvette, их использует команда Тольятти, они суперские, ну, я, правда, не знаю, они сами их калибруют или им кто-то помогает, но это факт, то есть они используют блоки Abit, у них каким-то образом, в том числе за счет этих блоков, какая-то нереальная топливная экономичность, что они там на эндурносе 2 литра топлива все сжигают, когда там другие команды 3-4 литра сжигают. Ну, в общем, просто я советую им тупо написать и с ними на этот счет пообщаться, потому что этот блок стоит дешево, это русский блок, к нему, как бы, есть какая-то информация в интернете, у производителя, соответственно, Тольяттинцы наверняка подскажут вам, с калибровками, да, ну, какие они, скажем так, проходили подводные камни и так далее. Может быть, они даже подскажут, что вот есть там такой-то дядька, он вам все скалибрует. И я, ну, это, конечно, не очень правильно с точки зрения формулы студент, но я бы посоветовал все-таки прибегательно к помощи таких специалистов просто стараться максимально с этого подчеркнуть, да, то есть стоять рядом с ними, спрашивая все, как вы делаете, чтобы они показали, чтобы ты мог, например, потом это сам сделать. Это, ну, лучше, чем когда вы будете там в спешке ковыряться, у вас ничего не будет получаться и вы в итоге ничего не настроите. Вот, по процессу калибровки в целом, да, ну, первый шаг, вам нужно убедиться, что у вас нормально вся коса собрана, да, и я бы рекомендовал пересобирать стоковую косу, то есть, ну, не надо использовать косу от квадрика, да, лучше сделать новую, ровно под те датчики, под те длины, да, там, проводов, которые вам нужны. Ну, и первый шаг, это просто убедиться, что у вас вся электрическая система работает нормально, что у вас все там, скажем так, разветвлено, да, как надо, и нет никаких проблем чисто просто с электрическими соединениями. Когда это сделано, вы приступаете к первому пуску, да, и обычно в таких блоках, ну, я не знаю, как в Аббите, но вот в ВИПЕКе вроде что-то такое было, все равно есть какие-то базовые значения, да, там, ну, топливоподачи, там, угла опережения зажигания, и также по, скажем так, настройке, да, датчиков, которые вы используете, потому что, ну, не бывает так, что вы просто все собрали, подсоединили, и у вас все работает, да, то есть вам надо в блоке управления будет с помощью, ну, компа обозначить, что да, у нас вот такой-то датчик используется, да, там, настроить характеристики датчиков, чтобы он понимал, что там вот при таком-то напряжении, да, там, такая температура, например. Ну, то есть все там, скажем так, ввести базовые значения самих датчиков, чтобы он понимал, что он правильный параметр считывает и после этого уже приступать к первому пуску ну и здесь я лично не знаю каких-то там супер методик кроме просто подбора да то есть примерно в этом какую топливоподачу ввели в таблицу да там все смотрите как запускается ну и дальше корректируйте 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 понятно что при калибровке обязательно надо использовать лямбда зонд широкополосный обязательно уж иначе просто не будете видеть до куда у состав уходит он у нас по-моему есть на машине или где-то должен валяться по крайней мере в стоке его нет на квадроцикле поэтому ну это этим нужно в общем до озаботиться ну и соответственно потом дальше когда вы двигатель запустили все у нас хотя бы на холостом ходу работать более-менее нормально подгоняете состав смеси до чтобы там ну по единице там или 09 но вот этот мотор почему-то вообще не работает на стихометрических составах смеси но он просто начинает там очень барахлить троить независимо от того кого угла преждения зажигания поэтому в принципе он работает только на обогащенных смесях ну и мы поэтому везде в принципе там состав ставили 0809 и все ну и все и дальше вы как бы калибруете все остальные режимы до желательно на стенде до параллельно с измерением крутящего момента ну эту фазу также можно делать уже и на стенде с автомобилем да вот в лаборатории топлива и масел на первом этаже есть динамо стенд для квадриков мы туда загоняли нашу машину крутили ее ну прямо на колесах вот но это просто нужно чтобы у вас уже машина была готова до что все все было нормально что вы могли то поставиться я знаю что например рентим штутгарт не имеют стенда кого прямого до чтобы двигатель прямо подсоединить они в итоге проблемы решили так что у них обычный барабанный стенд они приделали к двигателю колесо просто и как бы ну двигатель колесо там ну круглый задний рычаг от мотоцикла да и все и вот они колесом крутят барабаны ну это их стенд они говорят что они там постоянно меняют это вот фрикционное покрытие потому что мы постоянно очень много его крутят там на стенда то есть это же предназначен все таки для того чтобы загнал машину там измерил все она уехала они постоянно там часами держат на ком-то режиме это все дело и у них постоянно все стирается там вот ну естественно настраивайте да просто ну суп с упором данный там максимальный ключ момент во всех диапазонах да где вы будете калиброваться потом можно поработать с ну с топливной экономичностью да ну опять же сначала я бы настроил даком мощностной режим потом уже если вы понимаете что блин но слишком много топлива жрет смотреть где можно убавлять чтобы какую-то эффективность до поймать в идеальном случае команды делают несколько топливных карт под разные дисциплины потому что востоков 1 до идет контроллер свода топлива соответственно там acceleration автокросс максимальная мощность на там минимальная экономичность на эндуранс помягче обычно ставят до карту чтобы она не так много потребляла топлива и такие агрессивные углы напряжения зажигания ну обычно в каждом блоке есть какой-то мануал в интернете куча инфы да но я бы советовал реально обратиться к тольятти они наверняка будут самым таким ценным до источником информации для вас потому что но у нас получилось калибровка так как бы но мы что-то скалибровали там у нас получилось какое-то там значение мощности момента крутящего но это только какого педаль в пол а все что было кита переходные режимы там разгон из каких-то там да не холостых оборотов а например там 4 5 тысячи дальше все это было ужасно настроен то есть машина постоянно там захлебывалась или еще что-то прошло просто не успели поэтому я не могу вам просто рассказать от и до как мы это сделали как это надо сделать но именно в хорошем ключе еще вот важный момент такой что у нас просто в силу как бы климатических условий есть зима да и вы если будете настраиваться даже ну я помню что мы настраивались зимой у нас даже у ворот бокса была температура ну низкая достаточно то есть не там не 25 градусов как будет у вас на соревнованиях скорее всего а там 15 градусов там были еще ниже если на улицу уводишь там вообще жесть там ну минус да будет соответственно это все напрямую влияет потому что у вас плотность воздуха меняется вот и меняется состав смеси к просто от изменения температуры и нужно вовсе как минимум подстраивать коррекции да по температуре чтобы у вас ваши калибровки они были не на узкое окошко температурой до настроены что вот а мы только был в 30 градусов жару ездить чтобы вас реально ну в оптимале двигатель запускался вообще там от нуля до 30 градусов и работал нормально вот то есть но моменты надо учитывать но там принципе обычно это просто корректором как бы регулируется что просто настраивать там коэффициент штаха при там при нуле у нас там коррекция такая-то там при пяти такая-то там то есть он просто всю карту умножает на код значения и все вот это то что касается блока управления ну и да и в идеале конечно еще чтобы в нем была какая-то система не знаю записи телеметрии хотя бы параметры двигателя чтобы вы могли в движении да что там проехать какой-то круг посмотреть там как все работает не только где-то на стенде и чтобы это можно было делать не с подключенным ноутбуком а ну просто конь флешку воткнули или вообще по вай фай потому что у нас с этим випеком мы так то ли мы не разобрались то ли там реально это не работало я ездил со своим чугунным реально здоровенным ноутбуком который даже был больше чем этот в ногах вот в этой машине я сидел со своим ростом у меня там еще ноутбук был который писал лог за блок управления это очень просто неудобно ну и все да то есть вы когда это все выбрали да там покупаете собираете исправляете косяки которые возникают при сборке тестируете ломаете опять что-то там поправляете докупаете вот но по сути короче сложный способ от простого отличается тем что вы между грубо говоря выбором двигателя и адаптации всеми периферийными системами занимаетесь просто ну как бы созданием и валидацией математической модели двигателя вот вот и все то есть но и когда вот вы занимаетесь адаптация да подбор и подбором то впуска выпуска вы просто каждые свои какие-то изменения проверяете на стенде да там то есть как это будет работать но если вы это физически реально изготовили вот в общем то это вот ну такой краткий сумбурный рассказ про то как это стоит делать сейчас я открою вопросы егора который мне посылал туда соответственно постарайтесь просто ну оценить где зоны которые вам принесут больше всего выигрыша да ну для гоночного автомобиля выигрыша это там время на круге да например значит для двигателя это там прирост крутящего момента например или наоборот там топливный экономичный после это тоже дают баллы на соревнованиях вот и и и это с одной стороны а с другой стороны как бы ресурсы да и время которое вы на это потратите и как вот ну просто провести такой анализ понять что ну да там турб турбируемый двигатель с прямым впрыском в это будет для нас это будет конечно круто да это будет очень крутой двигатель если вы его сделать хорошо но это будет стоить очень дорого это займет кучу времени и для этого нужно кучу знаний да и опыта поэтому ну как правило только реально самоубийцы делают это с первым автомобилем да то есть это далеко не там не каждая команда уже там после пяти шести лет даже до этого доходит потому что понимаешь что это не просто что на это нужно много людей времени вот и на основании этого но вы поймете что да вот вот эти зоны мы как бы тут работаем тут ничего не делаем там просто понимаем что это потенциально да может дать какой-то прирост мощности судя вам об этом обязательно можно сказать да что мы понимаем что как работа трубы надув как работает то как работает все но объяснить что да просто вот на основании там наших условий мы сделали так и так и все и как бы ну то есть это не неплохо если вы что-то не сделали но понимаете как это может работать ну если вы это сделали ну да соответственно как я сказал по этому двигателю который у нас есть я могу передать все что у меня было по нему потому что вы прям отсканировали в 3d у нас есть и stl файл есть уже как бы solid файл который прям можно уже там ну он конечно не очень прям копийный да то есть я его делаю из простых каких-то форм по сечениям но габариты он передает точно довольно таки то что у нас была целая проблема и там в 3d модель автомобиля двигатель как-то вписать замоделить вот а ну еще до момент по поводу так значит это я сказал да вот егор пишет где может сократить время применить простые решения в целом если коротко просто все что есть готова покупать и готова то есть дроссель купите готова который у нас стоит на машине или просто его же используйте да он но если двигатель возьмете тут то и дроссель берите потому что он стоит не знаю мы покупали за 50 тысяч рублей и вот тогда еще 2016 что ли году да то есть это немало там там все идет дроссель фильтр датчик сразу к нему датчик положения доставка сейчас фунт больше это но английская английская компания то есть он наверно еще дороже стоит ну блок управления понятно что лучше готова покупать ну да в общем то это основные до моменты топливную систему можно из полю стоковую вполне то есть его если у вас не так если вы не сильно форсировать двигателя носительно столько то не надо менять топливную систему если только она там не какая-то совсем и не знаю каким-то другим критериям вам не подходит главное чтобы она не текла вот и в общем то все так да все касается расход ну например они знают что например кольца поршневые вкладыши вот это все дело где они на этом двигателе стоит ли запастись или нет а ну это да ну как раз вы меняли мы ничего не меняли но у нас и пробег как бы был минимальный то есть у нас моточасов двигателя не знаю там сколько накопилось очень мало двигатель был новый по сути когда мы его поставили но в целом конечно комплект как минимум вот таких основных расходников которые могут выйти из строя нужно иметь но вот на этот двигатель у нас по вообще все что угодно валялось там в этом ящике у меня по-моему дома еще что-то лежит от него там парочка датчиков по-моему что-то я недавно видел да вот поэтому да нужно иметь ну да то есть трущиеся детали обязательно да там вкладыши кольца понятно ну поршень ну не знаю только если вы там понимаете что вы реально там супер угловом прижигания большим ездить и у вас там уже все на грани детонации постоянно а вот кстати говоря да не сказал определение детонации да то есть у вас на этом двигателе нету датчика детонации его не так просто поставить да как бы нештатно потому что его нужно калибровать и калибровать нужно ну как бы не в интерфейсе блок управления именно с применением нормального оборудования акустического насколько я помню плюс его нельзя поставить где ты хочешь то есть он должен стоять максимально близко к камере сгорания ну то есть где-то вот на стенках цилиндра снаружи да поэтому в общем важный момент это учитывать чтобы у вас просто не оплавилось там ничего мы я помню вообще контролировали это реально прикручивали просто на один из болтов головки трубку металлическую ну и как бы просто слушали вот так вот то есть если там какой-то явный совсем был детон то но его было бы слышно но в принципе похоже что это двигателя достаточно далеко этот предел то есть мы там ездили на углах 30-40 градусов и не было детонации поэтому ну он вроде как относительно безопасны для этого но тем не менее держите в голове да что у вас всегда как бы при калибровке угла прижиме зажигания предел это детонация вот ну понятно что когда у вас совсем большая динация то это будет уже там видно и слышно вот плюс мы с павлом душкина до павел душкин это сотрудник кафедры dvs который нам помогал как раз установить двигатель он максимально нас поддерживал я советую с ним ну как можно быстрее связаться чтобы хотя бы узнать что там с движком этим потому что я помню уже я помню что я помню что он говорил что типа ой я его заклинил короче там да там что-то было такое что там стоял стенд справа стоял двигатель от типа какой-то классики слева наш и он чуть и и у них по-моему вал то ли всегда соединен ну то есть они вместе крут стали он просто забыл их разъединить и получилось что он как бы тот двигатель ну гонял а наш просто крутился в холостую без как бы ну без давления масла вот поэтому там может быть все что угодно но все равно это можно восстановить и дешевле будет чем покупать новые моторы вот вот мы с ним обсуждали чтобы сделать систему идициирования идициирование да это система которая измеряет давление в камере сгорания и ну также с привязкой к ходу поршня поэтому чтобы ну чтобы точно знали где у вас находится поршень момент до к времени но это очень дорогостоящая система потому что но это эта система по сути тестовая до испытательная и ставят на опытные двигатели чтобы это все провести потом но разместно автомобилях ее нет но может быть на формуле-1 у них есть там свечах прям датчик но это супер дорого вот но тем не менее если вдруг например да кто-то захочет на кафедре и из команды и сделать какую-то там совместную работу научную то можно заморочиться и поставить систему идициирования и на системе идициирования то просто будет четко видно что где у вас детон где нет потому что это сразу по ну то есть в идеальном случае вас как бы график давления будет плавный да если вас детонирует то вот такого то весь будет вот но этот как бы совсем в идеальном случае то есть я даже у топовых команд этого не встречал ну некоторых только да какой ты видишь установку силовую установку для команды первого года ну вот как я сказал в целом для команды наверно первого первого года вообще вакууме это 4-цилиндровая атмосферная силовая установка 600 кубовая там максимально простая со стоковым мокрым картером ну блок управления можно даже стоковый оставить просто там главное чтобы все заводилось и рестриктор был вот но просто исходя из ваших условий я бы использовал вот наш двигатель да как стартовую . ну потому что его проще найти они дешевле больше запчастей на них вот мне кажется что он просто наверное ну типа больше ошибки прощает что ли то есть он как бы получается ну побольше попом более мощный да немножко во всех диапазонах в общем-то поэтому но при этом он тяжеленный реально намного тяжелее поэтому я не помню мне четко что ли 2 столь 30 килограмм и я мерил когда ну а типа 400-60 весь или как-то так вот ну то есть там реально намного тяжелее это чисто это чисто само без ну да это вот впуск выпуск снял взвесил у меня где-то есть таблица табличка где все вот эти вот параметры я даже по моему где-то нашел но профили кулачков я помню где-то нашел тоже мне там помню была эта информация мы даже кстати говоря замеряли мы ставили в общем головку нашу на продувочный стенд и замеряли через нее зависимости от подъема клапана по моему ну объем на расход воздуха что ли вот и в общем я тоже скину там в общем мы там выявили что грубо говоря при там какой-то каком-то уже большом подъеме клапана дальнейшего подъем уже нецелесообразен тоже все равно достигается предел по расходу через как бы сечение каналов перед перед клапаном и через клапанную щель до который между седлом и тарелкой а в канале вот поэтому да то есть для первого года четырехцилиндровый но для вашей команды я бы советую использовать одноцилиндровый почему на всем 6 пуск расположен сбоку они сверху опять же потому что так получалось более удобно чисто геометрически потому что если бы мы направляли его вверх то загиб да как бы условно говоря всего этого патрубка был бы более резким чем вот при расположении сбоку плюс там ушло ограничение по зоне в которой должна находиться впускной выпускная система там слишком близко вот это вот касательное колесам и к вершине главной дуги ну плюс как никак центр тяжести ниже был бы ну вот такой системе ну и потому что да мы тоже часто видели что команды так делают вот поэтому хотя это немножко при не очень удобной потому что с той же стороны находится длинная горловина ногой можно случайно задеть там фильтр когда садишься ну то есть такие как бы нюансы есть все равно по компоновке но да так было удобнее нашем случае но по-разному все у четырех цилиндровых в основном вверх у одноцилиндровых у кого как реально у кого-то в богу кого-то вверх там зависит от того что заголовка как у нее но располагается как вот непосредственно fly сдано самоголовки блока цилиндров как двигатель наклонен тоже вот есть целое исследование даже какой-то команды как как раз касательно впускных систем компоновок их они там прям различные до приводят доводы что там присутят четырехцилиндровый впуск сбоку то это там последний цилиндр самый дальний постоянно голодает там то есть для него нужно индивидуально какой-то смесь образования делать меньше подачу потому что они уменьши доходят воздуха да ну это очень не самый такой критичный вопрос так опыт с fsm-6 подводный камень систем управления педаль сцепления приближать и передач настройка в сайте города про органы управления мы не поговорили ну подводные камни они буквально были везде да то есть вот вот того что ну мы реально очень долго просто пытались завести двигатель потому что но не понимали как его завести потому что мы вот сделали этот впуск и он в итоге приводил к тому что на пуске весь этот объем высасывала да потом как бы все больше воздуха не становилось потому что у тебя он уже постоянно начинает его потреблять вот а эту разницу как бы не получалось компенсировать блоки управления за счет топлива изменения топливоподачи получалось что он кого у нас заводился съедал весь этот объем и газ либо наоборот то есть как-то очень плохо заводился но потом там более-менее работал и вот мы как бы с этим там возились очень долго плюс у нас не было туда но стенда мы с боем были пробивались на стенд в лабораторию матюль вот эту то есть там это не под записи что и и типа мы вообще в итоге калибровались так что реально в один день у нас плюс 10 температура другой плюс 5 зимой уже там под минус было и все то есть у тебя ну нафига и калибровать холодный пуск минус 5 да ну когда ты летом точно такой температуры не будет нигде то есть но это тоже мешало очень сильно и надо сразу об этом думать где вы будете калиброваться чтобы вам обеспечивать постоянство да как бы входных вот условий вот соответственно просто допуск двигателя это было очень сложно и долго но это еще сочеталось все что мы просто не знали толком вообще этот блок интерфейс методики нам просто помогали коллеги из bosch вот потом ну подводные камни с например с изготовлением впускного этой системы то есть мы но поздно начали это делать думали сначала и сделать из углеткани просто там из карбона какую-то форму но поняли что мы не успеваем то что у нас нет матриц ничего нет нету из там материалов времени и мы стали ее печатать 3d печать но она разная бывает разные пластики разные технологии и у нас получалось вот нас у я честно не знаю как это правильно называется он помню просто послойно да вот нить как послойно кладет 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 получилось так что реально этот вот именно этот который стоит да вот этот патрубок он был очень слабый на срез вот между слоями и мы реально на соревнования приезжаем и бац сломали часть ну как бы часть от дросселя до вот этого тоже по основного объема то есть он состоит там получается из двух частей условно говоря там трубка просто прямая которая шире и дальше уже вот это вот емкость такая которая заворачивается и это все еще между собой кстати говоря склеивается из маленьких секторов потому что это все печаталась на небольшом принтере на кафедре прадом у нефилова или сергеича на ну там рабочая зона просто была маленькая это невозможно всю эту бандуру запихнуть поэтому печатал как бы кусочками в это все склеивали это все постоянно ну короче очень хрупкий он получился то есть нужно мы вообще не думали об этом то есть в это делалось уже в попыхах поэтому нам было важно сделать хоть бы как никто не думал о том насколько это будет прочно насколько там да будет удобно склеивать и собираться там в итоге реально сломался и он по сути держится на скотче в одном месте то есть там просто реально по слоям и вот так вот разъехался мы просто это склеили и обмотали фольгированным скотчем в несколько слоев именно поэтому его весь замотали чтобы это не было заметно а судьи мы сказали что это типа тепловой экран да да но в итоге работала работала хотя мне кажется что он на самом настолько слабый что его реально могло просто какой-то момент чисто разрежением сломать внутрь нереально он ну очень тонкий поэтому но это вот это о том да как вот нас все было проработано это как бы не смешно не грустно ну так вот было да потому что у нас реально было вообще пять человек там в команде кто что-то делал и просто не успели этим заняться поэтому ну то есть материалы тоже это вот важно думайте как вы это будете изготавливать из чего как это будет вообще потом работать не будет ли это разъедать топливом например да то что там у двигателя топлива под может попадать немножко пары какие-то на пластик ну понятно огромный косяк с шумом потому что мы вообще не думали там чё как мы будем делать шумом у нас была банка вот этот прямо точно это от 5 машины который вроде как проходила шум вот там в австрии в германии и мы таки ну ладно раз там прошло то и у нас должна пройти на то что там например труба была два раза длиннее мы там не учили то есть сначала вообще был супер прямоток еще и короткий и у нас вообще там просто был рев какой-то колоссальный и мы понимали что ничего на шумит конечно но у нас даже нечем измерить было мы не измеряли довольно соревнования шум или измеряли но как-то так типа ну окей на соревнованиях почему-то должно быть меньше мы так думали ну да и в итоге да на соревнованиях ну вот лоханулись прям под дождем там целый день потратили чтобы все перекалибровать там целый консенсус собирался из иностранных команд и такие блин блин как быть там кто-то нам свой глушитель хотел дать кто-то там еще что-то там в итоге мы там все это переварили заделали как-то задушили очень двигатель как могли ну и как-то прошли но это все равно косяк да ну да косяк например то что подписи к органам управления переходить то что мы вообще тоже об этом не думали то есть например у нас не было никак спроектирована как у нас будет ручка переключения передач мы знали где она будет мы вообще не думали как она будет соединяться там с лапкой вот у нас была механическая тяга но она есть сейчас нам по моему и это был целый геморрой просто чтобы состыковать как бы кинематику это ручки и вот этой лапки потому что там ну нельзя просто прямую тягу было протянуть то есть там какая-то такая вот тяга соединена какой-то пластинка посередине пошли напрямую не получалось это все проходит через монокок соответственно фаервол то есть мы это там потом на техинспекции как-то залепливали какой-то фольгой то есть это все просто делалось по месту и в итоге кучу проблем создавала потому что опять же это в последнюю очередь сюда там ну то есть мы вообще-то не планировали проектировать тогда но делалось это в последнюю очередь нужно это делать тоже обязательно сразу же вместе со всеми остальными системами переключение было очень неудобное потому что то есть там не всегда попадаешь передачу мне вообще было неудобно в машине у меня просто руки длиннее были чем расположена ручка поэтому не приходилось как-то очень сильно запястье изгибать чтобы переключаться ручка кстати говоря это было первое что сломалась на машине когда мы ее за два дня до соревнования вывезли на тесты там была алюминиевая ну то есть как бы там стальное такое было какое-то коромысло которому крепится тяга а к этому коромысло по-моему была такая алюминиевой ручкой с трубки сплющенной на конце вот и в этот как бы сплющенный участок вкручивался болт соответственно ты вот так вот как бы постоянно изгиб эту сплющенную часть да как бы при переключениях двигаешь просто китай бац и отвалилась у нас буквально за один день просто мы таки ну нормально то есть это вроде простейшая какая-то вещь ты думаешь блин учета может сломаться машину двигатель там подвеска рычаг но что какая-то ручка причем передач может сломаться и ты просто не сможешь приближать передачи ты очень ну вот мы не думали об этом да об этом нужно думать и делать даже ее там надежной чтобы она точно не сломалась вот чтобы я посоветовал ну просто продумывать да сразу же как у вас будет устроена система переключения передач можно подумать про пневмошифтер электрошифтер если есть до время там бюджет и понимание как это настроить потому что это уже то будет ну как какой то будет да там электронный блок управления если это электрошифтер что точно если пневмошифтер скорее всего тоже да либо у там даже быть какие-то клапаны прямо на руле но вряд ли да то есть наверное тоже должен быть какие-то какая-то электроника дополнительная поэтому ну это дополнительное время в итоге да поэтому у нас этого не было надо было ручное переключение передач можно ограничиться ручным переключением передач просто если вы нормально сделаете привод туда в случае с равным автомобилем это проще сделать все таки немножко и никто кстати не запрещает это делать снаружи рамы но например под обшивкой если это безопасно выглядит не цепляется нигде то это нормально ну по педалям в принципе педальник мы делали сразу же с регулировкой каких-то таких прям жестких подводных камней наверно только в точность их изготовления потому что когда его только изготовили собрали он очень не регулировался там все настолько были какие-то ну во-первых криво видимо стоял эти вот там как бы два таких полозья и площадка с педалями ездят на них и в центре фиксатор такой как бы просто на пружинке просто отверстие ты как бы вот так вот двигаешь ну да ну то есть получилось что в монококе видимо эти рельсы стояли немножко с изгибом соответственно он тут больше дроссельную заслонку про педаль газа наверно потому что ну да ну да да но с педалью газа ну вам надо делать так чтобы педаль газа была информативной да то есть это тупо передачное отношение между дросселем и педаль педали потому что вы можете сделать например что у вас на ходе педали там в сантиметр например да будет весь ход открытия дроссельной заслонки да это будет максимально неудобно не информативно просто я просто будет так трясти что будешь постоянно нажимать педаль на полную поэтому нужно адекватно подходить к тому какой ход педали вы хотите обеспечить до чтобы можно было дозировать газ все-таки вот поэтому но это первый момент второй момент нужно просто то что желательно сделать больше намного больше ходу педали ну ну или нет ну я бы но я не знаю как бы трость на сломку который открывается на сто процентов да и педаль тоже но будет как бы ты в градусах имеешь ввиду или ну я имею ввиду ход да то есть грубо говоря если у тебя там педаль до упора доходит там сантиметр да это не так информативно если у тебя педаль там ходит например пять сантиметров да ты тебе проще дозировать тогда газ да педаль тормоза вообще в идеале должна просто быть как стена ну по-хорошему да ну да 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 педаль газа надо чтобы она была не обязательно провалилась пол пуш тоже но типа это банально даже время какой-то ты будешь терять пока я прожмешь вот и опять же за ней тоже там перегородка стоит передняя да и ну надо чтобы она в нее не заходила поэтому вот это вопрос компоновки и удобства но тут несложно принципе посчитать что как вам нужно и важно мне кажется еще все таки сделать чтобы у вас педаль ну вот у нас первых короткоходная была настоящая педаль во вторых она была какая-то вот ну хлипкая что ли мне было постоянно и стрёмно нажимать уж мне казалось что сейчас точно либо тросик там выскочит либо пружинка не знаю порвется либо вообще сомнет там какую-то минут несущую конструкцию то есть чисто ну с точки зрения пилота мне было бы комфортно если у тебя как бы нажатие педали да ну как бы ну такое монолитное ровно да нет каких-то там вот ненужных перемещений деформации до которые ты чувствуешь при нажатии потому что это как бы создает код дискомфорт но она скорее просто то есть ты ногой чувствуешь что она у тебя как-то вот так вот сейчас играет то есть не просто так вот ходит а податливая была слишком да 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 поэтому но это чисто уже так то есть этим можно ездить спокойно особенно если ты понимаешь что да я проехал уже тут два endurance она не сломалась но наверное она не сломается и дальше но возможно ну конечно да два endurance еще надо проехать во первых ну в целом если ты как бы уверен что она нормальная то это ну попроще дать и уже будет но сцепление у нас было на ручке переключения передач из велосипед из ручки велосипедного тормоза самое дешевое вот просто где-то на рынке купили неудобно вообще потому что во первых ручка это во первых там усилия большое рычаг маленький был достаточно и обычно ты же его нажимаешь на велосипеде в одну как перед верхним пальцем да вот указательным а тут получается что она стояла снизу и ты нажимаешь как бы мизинцем и безымянным пальцем и ну они кажется что слабее чем верхние два поэтому это было ну реально не очень удобно делать поэтому тут можно использовать такую же схему но просто представить ручку там это мотоцикла или просто по длине и ручку от велосипеда ну да у нас был тросик привод тросиком можно сделать гидропривод какой-нибудь есть ну да есть готовые педальники у того же вилл вот да там ну по-моему да что-то у нас типа уфы используют такие педальники но это с но это ну да на смысле что то есть это это можно сделать это денег стоит но это сэкономит время но не знаю мне кажется этого не стоит тому же просто будет три педали то есть она будет делать шире скорее всего спереди ну раму поэтому ну и наверное проще ручкой потому что вы по сути сцепление на этом двигателе нужно чтобы только тронутся при переключении происходит без сцепления вот ну еще можно заморочить в плане ходы часто глохли ну я вообще мне кажется не глох никогда на трассе но если ты едешь если они разворачивают не глох да ну ну вот в плане управления сцеплением вот я больше а ну то как было сделано у нас достаточно так ну без обратной связи как будто то есть это вообще не чувствуешь когда чувствует когда там все цепляется то есть просто надо набить руку чтобы понимать что а вот на этом вот примерно там положение ручки можно уже нажимать нога ну да я думаю да вот может быть просто потому что там реально помню что даже просто сложно было контролировать вот как бы эту ручку то есть ты не можешь ее держать нормально в одном положении постоянно у тебя из-за того что какая-то была вся такая тугая непонятная ты не мог ее но не мог контролировать коже сцепление нормально что трогаться то есть получалось что по сути мы трогали сюда просто это выжимаешь сцепление потом бросаешь и с газом уходишь и поэтому там какие-то вот подъезд да там к старту там но где ты едешь на малом газу там всегда было так рывками получалось наехала вот еще эти ручки переключение передач ход рычага но я но ты вижу какую сторону типа вверх-вниз даже не какую сторону какую сторону а вот именно ход и а ну типа не знаю тут кстати говоря мне кажется что можно делать достаточно коротким ну типа да не знаю ну конечно сантиметр сложно измерить да ну ну я не знаю мне кашутка был сон грязь это верхняя часть кулака там на сантиметр 2 двигается до вперед-назад на что ориентироваться мне кажется что главное это только бы четкой за чтобы ты прям чувствовал что вот подпись на что она переключила там будет как бы прям четкий тычок такой и на на ручке на чувствуешь ты кому попал в передачу да мне кажется что не надо тому чтобы это было туда-сюда как на ком-то грузовике то есть реально короткоходная должна быть в общем ручка потому что там принципе и и лапка короткоходный достаточно вот ну да с точки ну можно конечно заморачиваться электронным дросселем но опять же это усложнение ненужное поэтому я бы не советовал на этом этапе это делать но тоже такой моментик смотрите что у вас там рубашка дросселя рубашка тросика дросселя не проходила рядом с выпуском потому что первых это мы проверяем этих инспекций во вторых ну это реально может она плавится зажмет просто тросик зафиксирует и вы с открытым дросселем куда-нибудь поедете ну такое ну конечно вы нажмете на тормоз у вас отключится если у вас нормальная все выключатели устроены но все равно неприятно может быть а вот еще момент который можно поправить я честно говоря не разбирал двигатель этот но ну именно коробку передач но я знаю что в разных двигателях 10 квинталка часто когда у тебя 1 передачи вперед а остальные назад можно просто сделать ну другой этот барабан да там я не знаю как он правильно называется ну короче можно сделать так чтобы у вас все передачи в одну сторону переключались потому что реально это не очень удобно ты иногда попадаешь нейтралку между 1 2 вот то есть там обычно там просто решает с тем что этот барабан который там в коробке передач переключает до передачи он видео перетачивают как-то или новый ставят и просто у тебя передачи все последовательно идут мы не использовали 4 5 передачи и я в принципе вижу что многие команды ограничиваются тремя передачами на цилиндровых моторах да и на 4 цилиндровых ну зависит все просто от вашей там главной передачи да 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 просто снимают ну там есть нужно что-то глушит чтобы где-то там случайно ты никуда не переключилась в пустоту да но это тоже там пара килограмм наверно веса но опять же это нужно дело только если вы понимаете что да мы во первых сможем разобрать собрать что все будет нормально во вторых что то что вы это оттуда убрали никак вам не повредит что у вас там не будет до возможности случайно при просто переключиться куда-то на не существует четвертую передачу и все и обратно третью не переключиться тогда это можно сделать да но наверно это не приоритет но в принципе хороший способ облегчить двигатель на вот так что там еще по вопросам вашим ну да ну все что может полезно что-то я рассказал давайте вопросы ссори что у меня такой страшно сумбурный рассказ я реально просто давно эту тему отошел и тем более от рассказов по этой теме поэтому если у вас еще какие то просто есть можете спрашивать это целом ответил носу что было единственно бывают что мотоциклов переключаются передачи без сцепления я просто не сильно да да но секвентальная коробка передачи да просто ну и вот на квадрике да так и по моему на спортбайках тоже секвенталка стоит ну да ну да ну в общем не не это не тороплюсь поэтому до последнего вопроса целом не лицать я думаю начало отдавать машине пойдем вокруг машины походим и думать интереснее пойдем тогда